А Марду город молодой, как оказалось. В Марду стало появляться все больше жителей. Город, предназначенный для любви. Будет возможность дать молодежи самой собой заниматься, в принципе. Само собой заниматься. Это вот такой стандартный, да, в принципе, ответ. Поставить перед свалкой два мощных дядеранта и прыскать время от времени. Обещание я помню, я его выполнил. Когда мы с вами договаривались об интервью, вы предложили сделать его в детском саду Муга. Почему вы сделали такой выбор? Потому что детский сад в Муга – это первый со времен восстановления независимости Эстонии объект в городе Марду, муниципального значения, такой крупный объект. Очень красивый сад, очень красивое место, поэтому и, конечно же, здесь. И тогда сразу с вами начнем вот с такой вещи. Вы знали город Марду 20 лет назад. Вы управляете и строите город Марду сейчас. По вашему мнению, что будет с городом Марду в 2038 году, например? Ну, если не мечтать, то значит не управлять. Поэтому, каким я его вижу? Я вижу благоустроенным, с красивыми партами, с местами отдыха, с многоэтажными домами и в то же время с соблюдением того архитектурного стиля, который есть у старого Марду, то есть сталинские дома. Я вижу новые центры здоровья, я вижу приведенные в порядок все стадионы и прекрасные три парка, которые у нас сейчас в стадии развития. То есть город, предназначенный для любви, город, предназначенный для молодежи и для наших стариков, чтобы всем было удобно и комфортно жить. И, конечно же, вокруг города промышленные предприятия, которые не мешают в экологическом плане удобному проживанию наших жителей в нашем любимом городе. А есть ли какие-то уже задумки или проблемные проекты, скажем так, которые нужно начать сейчас, чтобы они через 20 лет были готовы? К сожалению, сейчас бюрократия у нас настолько сильная, что любые проекты, которые ты сейчас задумал, они воплощаются лет через пять. То есть это сначала конкурс идей, ты риск какая-то идея, потом ты объявляешь конкурс, как ее воплотить лучше, в каком виде. Потом это детальная планировка, потом проектирование, проектирование, только потом объявляется конкурс на строительство господряд, который может занимать до полугода, если его оспаривать, а то и больше. И потом только строительство. Поэтому, к сожалению, когда мы сюда пришли, то таких программных каких-то проектов и детальных планировок и не было. И мы сейчас только этим занялись, буквально в прошлом году. И есть перспективные планы, которые мы готовы осуществить в течение ближайших пяти лет. Но еще раз скажу, что все то, что ты задумал сегодня, может воплотиться только через 2-3 года, не раньше. Но о планах подробнее мы поговорим немножко позже. А сейчас все-таки вот такой интересный вопрос. В среднем, по статистике, маленькие города Эстонии, в маленьких городах Эстонии, средний возраст жителя приближается к пенсионному, а Марду город молодой, как оказалось. Почему так? Как Марду удается сохранять привлекательность для молодежи? Вы знаете, сюда в последнее время вообще в Марду стало появляться все больше жителей. Если до 2017 года, до 2017 года у нас количество жителей уменьшалось, то за 2017-2018 год у нас добавилось более 500 жителей, что очень хороший показатель. Особенно быстрое развитие идет в районе Муга, и там регистрируются в основном все-таки молодые люди. И отток молодых семей, который происходил где-то там в 9-11 годах этого столетия, как раз уезжали люди такие уже семейные, уезжали с детьми в поисках лучшей доли, потому что считалось, что в Таллине всегда лучше. Сейчас этот отток прекратился, и наоборот к нам приходит. И рождаемость, я не скажу, что там какая-то особо высокая стала, она стала получше. На среднем рождается 12 детей в месяц, что не так уж и плохо для Марду. И, конечно же, мы стараемся создать условия для того, чтобы нашим молодым людям было где проводить время. Я сразу скажу, что в этом направлении еще много, что надо сделать, но тенденция туда пошла. То есть получается, что жители из Марду, они все-таки перебираются в Таллин, а жители, например, из Идавирума или из других регионов, они переезжают в Марду, потому что в Марду более доступное жилье. То, что из других регионов переезжают в Марду, и то, что здесь более доступное жилье, конечно, такое присутствует, но в то же время отток из Марды тоже уменьшился и намного. Потому что тоже я задавался вопросом, а что если купить квартиру в Марду? Сделало небольшое сравнение, и сейчас квартиры по стоимости в Марду, они уже приближаются к квартирам властными. То есть вот такая вот тенденция тоже есть. А, наверное, расстояние уменьшается между Марду и Русланом. Нет, на самом деле Таллин разрастается, и я не исключаю, что через то время, которое вы сказали, лет через 15-20, уже у нас будет чуть ли не единая граница, потому что все это застроится. Таллину расширяться надо, и Марду тоже надо расширяться, потому что те свободные площади, которые сейчас в городе есть, на них уже на всех есть детальные тренировки. И через какое-то время уже строить уже будет негде, потому что я уверен, что город Марду будет развиваться, и количество жителей будет увеличиться. А как вы думаете, может с Таллином случиться такая же история, как с Москвой? Раз, захотели увеличить территорию и оттяпали Марду. Я думаю, что нет, но для этого нужно... То, что границы самоуправления еще будут меняться, потому что только что прошла одна реформа, я сам думаю, что это не последняя реформа, и возможно, возможно такое, но для этого нужно, конечно, решение парламента страны, для того, чтобы ввести какие-то новые законы, как объединить границы. Например, сейчас мы с Таллином даже не можем объединиться, потому что у нас нет единой границы. Между нами лежит Вимси Волости и Йорехна Волости. Если возвращаться уже... Мы немножко ушли за пределы города, там вот в Волости, в границе. Если возвращаться в город обратно, то я бы хотел узнать, а как происходит очень важное, на мой взгляд, общение между политиками города Марду и молодежью города Марду? То есть насколько вы близки? Самый прямой контакт, потому что, во-первых, у нас есть молодежное городское собрание, с которым мы плотно работаем и общаемся довольно часто. И потом, ну скажем так, у нас город не очень большой, и поэтому личное общение работников мэрии с молодежью происходит постоянно, и у нас очень сильная молодежная организация, и поэтому вот этот конфликт, этот контакт, который и обратная связь, она очень важна и присутствует. Ну и, конечно, социальные сети. Потому что, например, я со многими молодыми людьми общаюсь в социальных сетях, и у нас есть такая программа «Задай вопрос мэру», которую мы выставляем в Фейсбуке. Мы собираем там за какое-то время такие наболевшие вопросы, которые задают нам, и я им отвечаю. Поэтому я очень доволен таким контактом, но если он будет еще более плотный, то вот я только рад буду. Просто тоже анализируя Ваш Фейсбук, Вашу страничку, постоянно есть фотографии с молодежью, можно Вас назвать даже другом молодежи в некотором плане. Одно предвыборное обещание у Вас было интересно, это построить дом поколений, где под одной крышей соберутся и молодежь, и люди более преклонного уважаемого возраста, что, в принципе, важно и интересно даже было бы на это посмотреть. На каком этапе находится сейчас это обещание? Обещание я помню, я его выполнил. Наша команда работает над этим, и сейчас мы, по крайней мере, вот я возвращаюсь к тому, что у нас практически не было муниципальных земель, и мы нашли государственную землю, которую мы сделали запрос на муниципализацию, нам ее дали, это земля за библиотекой, между библиотекой и улицей Орунница. Там такой прекрасный, хороший кусок земли, куда бы не поместился, например, какой-то жилой дом, потому что парковочных мест не хватит, а вот туда дом поколений, или как он будет по-другому называться, это сейчас неважно, мы понимаем, о чем мы говорим, вот на этом куске земли будет построен. Сейчас идет стадия детальной планировки, я планирую, что в следующем году мы закажем конкурс на проект, вернее, сначала на видение, каким он будет, потом на проект, и в 2020 году мы начнем строительство дома поколений или молодежного центра, как угодно его называйте, от этого ничего не изменится, потому что то направление, которое мы взяли, оно будет выполнено, и тот молодежный центр, который сейчас у нас есть, несмотря на то, что там работают великолепные люди, и ходят великолепные дети, он уже устарел, и требует расширения и увеличения каких-то количеств кружков, возможности заниматься разными специфическими вещами, поэтому такой дом будет построен. То есть тоже будет возможность дать молодежи самой с собой заниматься, в принципе? Само собой заниматься, и еще, конечно же, я привлеку молодежь для того, чтобы узнать и их видение, каким они хотят его видеть, чтобы мы тут эти не совсем молодые люди решали, а чтобы дать слово молодежи, потому что этот центр будет для них. Потому что сейчас слово молодежи, дать молодежи, такого напридумывают на самом деле. Пускай напридумывают. Здорово-здорово. Чтобы это все разрулить, что они напридумывают, для этого есть архитекторы. Они это все скомпонуют и сделают то, что всем хорошо будет. Вот раз уж предвыборных обещаний коснулись, то в некоторых городах Эстонии, в которых позволяет площадь, в которых, в принципе, очень доброжелательные люди, люди политикам говорили. Вот я за вас проголосую, если построите в городе спа-центр. Спа-центр построите? Спа-центр... Давайте не будем раздавать обещания, но, в принципе, у нас небольшой спа-центр уже есть, в частных руках, совсем хороший, я бы сказал, но нет предела совершенства, и очень возможно, что такой центр будет построен и как в Калавере, и особенно в Муге. В Муге нам тоже удалось муниципализировать два куска земли, на котором, на одном из них, будет холдегогу, то есть такой дом по уходу за нашими стариками, а на втором мы собираемся построить спортивный комплекс с бассейном, если там рядом же будет в одном комплекте и спа, то мы только будем приветствовать. Это земля наша, частный инвестор, и на каких-то договорных условиях, по конкурсам, и, конечно же, в планах такое спа у нас есть. Не могу сказать, через сколько месяцев или лет она осуществится. В определенных кругах Марду известен как столица уличного спорта в Эстонии. Кто вообще причастен к созданию такого имиджа? По чьей инициативе строились площадки, скейт-парк? Это все-таки молодежь или это более возрастные работники придумывали? Вы знаете, в нашей команде есть много молодежи, и, конечно же, им дается свободные руки для того, чтобы они усуществляли как свои идеи, а свои идеи – это, значит, идеи молодежи. И я могу даже несколько человек перечислить по именам. Это Павел Кузик, это и Данила Кузнецов, это и Илья Шор, и, конечно же, Егений Галавач, которые приложили немало усилий для того, чтобы в Марду был и скейт-парк, и различные площадки по воркауту, и соревнования. Я помню, что первые привели в наш город это и Паша, и Данила, как раз по такому интересному виду спорта. Сейчас мы в нашем лесопарке сделали первые пять колец диск-гольфа. Так что город, молодежное направление, конечно, развивается, и на этом мы не установимся. Есть в Марду такая ситуация, что все больше и больше молодежи начинает ездить в школу в Таллинн. Вас беспокоит такая ситуация? Меня беспокоит, конечно же, эта ситуация, поэтому мы прикладываем сейчас максимум усилий для того, чтобы привести наши образовательные учреждения в ближайший вид. В первую очередь, я имею в виду физическую среду. Например, в следующем году мы планируем инвестировать только в одну мардускую гимназию почти миллион евро, что никогда таких инвестиций не было. Но наши образовательные учреждения прям кричаще требуют таких инвестиций, потому что ремонты не делались во многих аудиториях с момента постройки, это более 20, некоторые больше 40 лет. Я недавно был в одной из школ, в котором обнаружил класс, который не ремонтировался с начала его строительства. Я нашел там даже такую розетку черную, старинную, который сказал, что вот это не трогайте, оставьте это на память, какие у нас раньше были выключатели вообще. Так что, конечно же, мы будем это инвестировать. Но, с другой стороны, процесс, то, что дети ездят в Таллин, он неизбежен. Это все-таки центр притяжения в Харьевском уезде, да и во всей Эстонии. Мы проанализировали ситуацию, боясь, что только в Марду такая ситуация. Отнюдь нет. В богатейшем Вимсовском, Вимсовской области, где строятся новые государственные гимназии, где строится очень много новых школ муниципальных. Та же ситуация. Примерно такой же процент детей едут учиться в Таллин. Он и является центром притяжения, и я не знаю, тут надо из чего исходить для того, чтобы все дети у нас оставались. Я думаю, что это естественный процесс, потому что у нас открытый рынок на все, и в том числе на обучение. Кто-то идет сейчас в Таллин учиться, потом они заканчивают, могут идти же и в Европу учиться. Наши ученики сейчас ездят, даже их приглашают особо активных в Тартусский университет на практике, так что сейчас рынок обучения настолько мощный и свободный, что удержать наших детей в Таллин, в Марду, оно очень требует серьезных усилий. В то же время, конечно, и сдерживать детей, которые хотят учиться в других заведениях, если они получают от этого какие-то более значимые знания, это практически невозможно. В то же время, цель нашей команды, чтобы мардовские школы все были такого уровня, чтобы отсюда никто не хотел уходить. То есть получается, в любом случае, если физическую среду даже улучшить, то останется какой-то процент, который будет уходить. Я думаю, что да. То есть с ним ничего не сделать. Я думаю, что да. Есть такое какое-то магнитное слово, говорит, Таллинн, и туда нужно отправить своего ребенка учиться. увы. Насколько я знаю, была еще одна проблема в школах, которая очень, очень беспокоила детей, которые там учатся, это питание. То есть многие в школах не ели, говорили, что эту еду есть невозможно, приносили еду с собой. Помнится мне, что месяц назад в одном из интервью вы обещали, что проведете переговоры с фирмой и поставщиком, и эта ситуация может измениться. Что изменилось сейчас? То есть если мы с вами, например, захотим пойти отобедать в одну из школ, то мы будем довольны? Давайте мы такой эксперимент проведем, потому что я был недавно в одной из школ, и мне очень понравился обед, но, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Я бы, конечно, не драматизировал ситуацию, при которой, что там что-то совсем не в порядке, но, как говорится, всегда можно сделать что-то лучшее. У нас достойные повара, достойные фирмы, которые обслуживают, но действительно может быть качество продуктов, которые поступают, мы проверяли их по всем позициям. Это и соотношение белков, углеводов, жиров, это по количеству витаминов и прочим вещам, оно все соответствует. Тем более, что от Министерства здравоохранения еженедельно проводятся проверки в наших заведениях, в наших учредениях учебных. Даже если проверять их по этим компонентам, то вкус может быть ужасен в итоге. Да, в итоге, если оно все совпадает, но вкус может быть другой. Потому что, если, например, ребенку не дают котлету, а дают какой-то чипс, то это две большие разные вещи. Я понимаю, что дети сейчас любят чипсы, но все-таки котлета, она значительно питательная, к примеру. Поэтому мы переговоры провели с производителями, с поставщиками питания и попросили их улучшить все-таки питание в наших школах, потому что деньги мы платим немало из-за этого и можем требовать лучшего качества. Но я бы еще раз говорю, что не драматизировал бы ситуацию, потому что, да, какая-то волна была, но, понимаете, у нас такой момент, что если кто-то сказал, что плохо, начинается это сразу обсуждать, и на каком он идет. Тут надо спокойно разобраться, в чем причина, и какой-то катастрофической ситуации здесь, конечно же, нет. То есть, на данный момент все здорово? Еще раз скажу, что всегда можно сделать что-то лучшее, потому что одному нравится котлета с малым количеством солью, а другому нравится с большим количеством солью. Это зависит во многом от возраста ребенка и от менталитета. Если ему дают, например, суп с молоком, в котором плавают морковка и капуста, то кто-то воспринимает это здорово, а кто-то говорит, что это вообще есть невозможно. В любом случае. То есть, сейчас ситуации, когда преимущественное большинство отказывается от еды, уже нет? Если честно, я такой ситуации не знал, когда большинство отказывается от еды. Любой русский мужчина любит езду, любой русский мужчина любит скорость. Любите ли вы ездить на машине? Я больше люблю быструю езду, скажем так, на лошадях. А на машине все-таки, конечно, иногда нарушаю, но в целом все-таки придерживаюсь правил дорожного движения и такую уж бешено быструю езду. Она мне безразлична. Вот если выбирать длинную поездку на автобусе или длинную поездку на машине? На машине. На машине потому, что на машине ты, если особенно один едешь, ты сам со своими мыслями, никто тебе не мешает. Больше даже сосредотачиваешь, чем просто находясь в автобусе. Поэтому машина. когда, например, у меня встает вопрос о поездке в Марду из Сталина, то первое, что приходит в голову, это, конечно же, машина, потому что на автобусах невозможно. Они не соблюдают расписание. Мне даже иногда страшно бывает, что он где-нибудь сломается и придется идти пешком. Автобусы ходят так, что вечером поздно из Марду не уехать. Да, и из Марду не уехать, и в Марду не приехать из Сталина. Что сейчас делается, чтобы решить эту проблему? То есть на каком этапе? Два года назад мы начали вводить в Марду по нашей инициативе и по нашей просьбе стали вводить линии общественного транспорта. Что такое общественный транспорт? Это транспорт, который финансируется и находится в управлении государства через центры общественного движения. Первые две линии, такие сотые и сто первые у нас велись, но они сейчас обслуживают процентов 25 наших пассажиров. Остальные 75 пассажиров находятся в коммерческих структурах, которые у нас работают уже лет 20, если не ошибаюсь. Коммерческие структуры это той фирмы, которая стала ругательным словом для жителей Марду? Это Темтранс, да. Хочу заметить, что и общественная линия тоже выиграла конкурс Темтранс, поэтому на всех линиях у нас обслуживает сейчас Темтранс. Дальнейший наш шаг. Центр общественного транспорта Северной Эстонии объявил конкурс уже на 2019 год, чтобы в городе Марду было не 25% перевозок общественных, а уже 60%. Вводятся две новые линии, помимо сотовой и 101-ой, 102-ой, 103-ой. 102-ой пойдет через Марду, Сахало, Сур, Суэмэ, Балтийский вокзал, а 103-ой пойдет через Марду, Муга, Ласнамя, и тоже на Балтийский вокзал, дополнительно к этим 131-ом, что позволит в разы увеличить количество выходов наших автобусов общественных линий. К сожалению, как у нас вводится, конкурс был уже должен вступить в силу 1-го июля, но проигравшие стороны подали этот процесс в суд, и сейчас он в такой стадии, что 14 ноября была вторая инстанция этого суда, которой заявители проиграли, и теперь они осудили решение суда, то есть процесс у нас к сожалению может длиться очень долго, и мы даже разговаривали на эту тему с премьер-министром, чтобы рассмотреть закон, по которому суды, которые касаются большого количества жителей, суды, которые очень сильно влияют на общественность, проводились какие-то условные сроки, я не знаю, скажем, до полугода, судитесь вы за эти полугода, и должны отсудиться, у нас же нет, сейчас она идет в Верховный суд, после того, как эта инстанция пройдет, и Верховный суд еще может отправить обратно на первую инстанцию, это будет длиться еще год, это конечно непозволительно, но сейчас такой закон, его приходится соблюдать. То есть в рамках данной ситуации проблемы могут не измениться, а точнее ничего может не измениться в течение скажем так двух лет, или все я бы не был столь пессимистичным, потому что с 1 января 100 и 100 линии добавляются утром еще по одному маршруту, и будут заменены автобусы, там условия для того, что такое было при замене автобусов, что должно быть не менее 70 сидячих мест, и обязательно чтобы можно было пристегиваться ремнями. Так что к этому времени должны появиться новые автобусы, и конечно же будет несколько легче. Но конечно же эта тема в транспортном сообщении вызывает серьезную тревогу как наших горожан, так и естественно городских властей. Тут нужно разъяснить, что в отличие от Таллина, который имеет собственную фирму по обслуживанию пассажиров, они могут там и бесплатно делать, и платно, и какое угодно, то город Марду сам не имеет своей собственной муниципальной фирмы по пассажироперевозкам. Поэтому наша задача мы выделяем средства этим фирмам, которые обслуживают только за наших льготников. У нас есть пенсионеры, у нас есть тернобыльцы, у нас есть многодетные мамы и другие категории, которые мы финансируем. И сумма очень немалая, она составляет ежемесячно до 45 тысяч евро. Это полмиллиона в год мы финансируем, на полмиллиона в год мы финансируем наших льготников. С июля месяца она как раз и выросла до 45, потому что раньше бесплатное движение от по Марду до нашего кладбища делалось за счет Темтранса. Темтранс отказывался, отказался от этого, и этот бесплатный транспорт сейчас в городе оплачивает мэрия. Помимо этого мы пустили школьный так называемый школьный автобус между Марду и Муга. Он ходит два раза утром и два раза в обед. Тогда помимо школьников могут совершенно бесплатно сесть любой житель города и не житель города. Мы даже не спрашиваем каких документов. Сейчас это мы называем пилотный проект. Если он потребует расширения и улучшения, то мы добавим еще несколько выходов. На сегодняшний день мы когда делаем такие проверки там до 29 детей и взрослых пользуются популярностью и в этом направлении город будет конечно идти дальше. Тем не менее проблема транспорта остается и будущий членом правления ПЭХи, АЭСТи, транспорта и КИСКУС конечно же и с той стороны я пытаюсь предложить усилия для того чтобы эта проблема решилась как можно быстрее. Какие проблемы есть как раз таки со стороны этого центра? То есть как я понимаю ситуацию вы сейчас стоите в оппозиции всем остальным членам управления этого центра чтобы бесплатный транспорт в итоге был? Ну почти всем потому что этот общественный центр у него высшим органом советом является союзом управления Хариума и союзом управления Хариума когда я собрал его на очередное собрание чтобы они четко проголосовали за или против бесплатного транспорта проголосовала за платный транспорт поэтому за бесплатный проголосовал только город Марду город Таллин и один представитель в области Коза и воздержался один представитель в области Ания а большинство подавляющее большинство проголосовали за платный транспорт Поэтому, сделав хорошее дело, правительство, объявив бесплатный транспорт, к сожалению, механизм определения бесплатного транспорта отдала местным самоуправлением. И вот из 15 наших уездов в 11 пользуются бесплатным транспортом, а 4 платные. Туда входит, к сожалению, и Хариум, и в том числе и Марду. В этом контексте я сделал, помимо того, что собрал неочередное собрание выполномоченных, которое проголосовало за Англию, потом я его попытался оспорить или хотя бы сделал запрос канцлеру права, получил ответ, что все соответствует. Для меня было непонятно, почему за общие налоги, которые люди платят, в Тарту и в Нарве, например, в Тартовских и Нарвских уездах могут пользоваться люди бесплатно, а в Марду, в Перну и еще где-то они должны за это платить. Я считаю, что это неравное обращение по отношению к налогоплательщику, но канцлер права здесь не нашел нарушений. Поэтому борьба за бесплатный транспорт в Марду продолжается. И при благоприятном условии, дальнейшем, при благоприятных выборах следующего правительства, которое у нас будет в марте 2019 года, когда Риги-Когу будет выбрана, если останется у власти премьер-министр Юрий Раттос и Центрическая партия, то я уверен, что мы изменим систему обеспечения бесплатного транспорта так, чтобы она для всех была равной, а не дается на откуп самоправлением. Я считаю, что это неправильно и должна единая позиция быть для всех уездов страны. Летом, когда приняли закон о бесплатном общественном транспорте, в Южной Эстонии случился очень забавный случай, когда иностранец хотел заплатить деньги водителю, а водитель не знал, как ему ответить и сказал ему, что коммунизм, это коммунизм. Вот почему, я все-таки не понимаю причин, почему транспортный коммунизм в Хариума-то не наступает, почему ваши коллеги по совету этой организации, они против, и коллеги по руководству самоуправлениями. То есть для них же это тоже какие-то плюсы определенные принесет? Я думаю, что, к сожалению, здесь вмешалась политика, мое мнение, потому что будем смотреть, кто руководит этим самоуправлением, которое составляет совет того или иного уезда. В Хариумском уезде подавляющее большинство, ну скажем так, представителей других партий, кроме центристов. Значит, за бесплатный транспорт опять же проголосовали Марду и Таллин, где у власти центристы, и, слава богу, один представитель Козы. Остальные, в остальных самоуправлениях нет у нас центристов, поэтому, скорее всего, тут политическое такое, рад эгемене, то есть, ну, получите, да, что у вас во всей стране будет бесплатный транспорт, а мы тут будем платный. Ну, может быть, некоторые действительно считают, что все-таки люди должны платить за свои предоставляемые им услуги. Так что тут, я думаю, что все-таки, ну, смешанный такой симбиоз у кого-то убеждения, но, скорее всего, тут, конечно, и политическая подоплека есть. А насколько здесь имеет место быть, скажем так, влияние со стороны частной компании Эльрон, которая в регионе Хариума очень занимает, ну, высокую позицию в плане перевозок людей по железным дорогам? Я не думаю, потому что сам будущее в этом общественном, в правлении Ильцина Спартакетского, у нас статистика-то на руках, и пассажиры потоки увеличиваются как на Эльроне, так и на автобусах. Поэтому я тут такого давления или какого-то интереса не вижу. А есть еще какие-то силы, которые, по вашему мнению, могут мешать этому процессу? Пожалуй, нет. Потому что, ну, вообще, я бы не хотел плохо отзываться о кого-то из своих коллег, но я считаю, что если людям дается возможность использовать бюджетные средства для того, чтобы они бесплатно добирались до своей работы, тем более, что в Марду же ездят в Таллинн люди не за самой высокой зарплатой. У нас поступление в бюджет по Хариума от единицы населения составляет 1000 евро. Это очень маленькая цифра. Например, если ее сравнивать с ФИМСи, то ФИМСи на два раза выше, потому что там люди живут богаче. Поэтому для наших людей 32 евро умножить на 12 в месяц – это большие деньги. Это практически дополнительная одна зарплата. И я и моя команда считаем, что сейчас есть несоответствие, несправедливость по отношению к жителям Марду и Харьевского уезда, по отношению к другим, которые могут пользоваться этим бесплатным транспортом. Поэтому проблема здесь есть, и мы над ней, конечно же, будем дальше работать. Цена на автобус – это евро 60, а цена на маршрутку – это около 2 евро сейчас, получается. То есть, в итоге все должно стать на свои места, как я понял, через какой-то промежуток времени. В итоге все станет на свои места. К сожалению, как я уже говорил в начале нашей беседы, у нас процессы бюрократически особенно идут довольно-таки долго. В молодости вы занимались дзюдо, борьбой, самбо, баскетболом. Тренируйтесь сейчас, оттачивайте навыки. Вот если, ну, чисто теоретически, я вам бы предложил побороться, согласились бы? После очень долгого разогрева, помяв все кости, размяв все мышцы, то да. Хотя, может быть, это и неправильно, но не отказался бы. А как опыт спортивный в политике, он пригождается? Конечно, потому что все то, что получено когда-то от спорта, это умение распознать те ходы, которые соперник сделает твою пользу, оно, конечно, сродни в некоторой степени из политика. И в то же время это возможность и опыт по тому, чтобы сосредоточиться и принять правильное решение. Выборы в Риге Когу на носу, и в прошлый раз вы участвовали и набрали, ну, достаточно много голосов, больше, чем мэр города Марду в то время. Если не ошибаюсь, у вас было 800 с чем-то, у бывшего мэра было 200 с чем-то голосов. В этот раз у вас есть шансы пройти в парламент. Если выберут, пойдете? Сейчас я иду на выборы для того, чтобы поддержать центристскую партию. Несколько слов, почему я это делаю. Ну, во-первых, я член партии, к этой по-другому поступить не могу. И считаю, что если центристская партия и правительство РАТОС останется у власти, то это большой бонус для Марду. Потому что никогда доселе мардовские проекты, которые осуществляются в Марде, не получали такой государственной поддержки. Почему-то всегда основной поток средств проходил в другие самоуправления. Поэтому тут наконец-то на мардовцев обратили внимание. И я уверен, что нахождение центристов у власти для Марду – это только позитив и ожидание чего-то лучшего. Что касается меня самого, то, как я сказал, я иду поддержать партию. И такого рвения пойти в парламент у меня, конечно же, нету. Потому что я считаю, что в Марду еще много незавершенных дел. Человек, который посмотрит это интервью, может сказать, ну как так, идет на выборы, собирает голоса, в итоге отдает их кому-то другому. Вот что этому человеку можно сказать? Все-таки, может быть, вы бы принесли городу Марду намного больше, если бы были в парламенте. Да, такой соблазн есть. Конечно, в парламенте тоже можно добиться чего-то большего для Марду. Но я уверен, что мои коллеги меня спокойно поймут и заменят в этом правиле, в этом вопросе. Просто я честно заявляю тем людям, которые будут за меня голосовать, что голосуя за меня, вы голосуете просто за Марду. Особенно мардуским жителям. Поэтому я скорее сейчас все-таки в парламент не пойду, потому что еще раз скажу, что моя команда начала многие процессы в городе, которые требуют логического разрешения. Ну, то достигнув чего, может быть, что-то построив или что-то наладив в городе, вы бы готовы были пойти дальше? Я думаю, что этот этап, года 3-4, который у нас впереди стоит, все-таки нужно завершить те дела, те проекты, которые мы подняли, довести их до конца. И потом уже можно думать о том, чтобы идти помогать Марду в парламенте. Давайте заглянем уже в парламент. То есть, например, чисто теоретически, вы пошли работать в парламент. В какой комиссии вы хотели бы работать и чем заниматься? Я бы хотел заниматься в первую очередь комиссией, которая занимается муниципальными вопросами, которая занимается самоуправлением. Потому что, вообще, честно говоря, я считаю, что в парламенте должно быть больше людей, я их называю, с поля. Это руководители местных самоуправлений, которые понимают нужды людей, я думаю, несколько глубже, чем понимают другие члены парламента. Будь то законодатели, будь то артисты, будь то еще какие-то профессии. Потому что мы тут, как говорится, прикованы к земле. И мы знаем все нужды изнутри самоуправления. Поэтому, чем больше таких людей будет в парламенте, тем лучше будет на местах. Поэтому комиссия, которая занимается вопросами местных самоуправлений. Раз уж мы тоже здесь начали говорить о важных темах для Марду, о тех вещах, которые важны для жителей. Мне бы хотелось поговорить о Мардуской больнице. Потому что сейчас Мардуская больница не выиграла конкурс на поставку услуг и лишилась огромного количества врачей-специалистов. Я знаю, что даже из Сталина ездили в Мардускую больницу для посещения врачей-специалистов. Потому что здесь были относительно короткие очереди на прием. Какова ситуация сейчас? Сейчас, в упомянутом этом конкурсе, Калверская больница проиграла конкурс. И мы потеряли четырех врачей и узких специалистов. Ко мне обратились как руководители больницы, так и семейные врачи. С тем, чтобы город сохранил хотя бы хирургическое отделение. Потому что без него вообще все остальные виды деятельности. Потому что там много лежит пожилых людей. У нас семейные врачи. Без хирургии это практически невозможно. Было бы дальше существовать в нашей больнице. И город пошел навстречу. С октября месяца мы финансируем хирургическое отделение Калверской больницы. У нас ведутся как в больнице, так и у нас переговоры с теми фирмами, которые выиграли этот подряд. И по моему убеждению с нового года у нас должны вернуться уже хирургия, которая сейчас оплачивается городом. У нас должны вернуться невропатолог, гинеколог и по-моему остеопат. Вот четыре вида, которые у нас не было. Я их зову всех обратно. И город готов поддержать финансово Калверской больнице, чтобы эти услуги продолжали у нас оказываться. Что касается самой системы здравоохранения, то мы на выборы идем с тем, чтобы не просто увеличить бюджетные средства, как у нас говорят в стране сейчас, чтобы уменьшились очереди. Я глубоко считаю, уверен, что вопрос тут не в этом. Вопрос не только в деньгах, а в распределении этих денег и в самой системе. Вот мне всегда хочется сказать слово «здравозахоронение». К сожалению, это такая плохая шутка. И на самом деле, чтобы здравоохранение стало бы здравоохранением, мы должны заботиться о том, чтобы изменить систему. Я думаю, что просто какие-то финансовые вливания не спасут. Я вообще считаю, что здравоохранение – это сейчас самая основная тема для наших людей. Потому что на местах многие не могут получить достойные медицинские услуги. И поэтому нужно менять саму систему. Совсем неплохая, согласитесь, я не знаю, вы в это время жили или нет, в советское время. Возвращаемся к этому. Там была прекрасная система поликлиник. Люди проходили ежегодно медицинское обследование в программе «Центрической партии». Эти вопросы сейчас опять стоят. И мы хотим восстановить, не буду говорить опять какую систему, но та система, которая отличается от той, которая есть сейчас. Хочу сказать, что у нас, конечно же, еще есть замечательные доктора. Но система управления, я считаю, сама система должна быть изменена. Если говорить про программу «Центрической партии», про обещания относительно темы здравоохранения. И вообще, в принципе, в Эстонии, как вы сказали, здравозахранение, вот самого дна достигла во время коалиции управляемой «Центрической партией». Насколько можно в этом вопросе доверять следующему правительству, например, если в него войдут «Центристы»? Всегда вопрос управления в правительство – это коалиционное соглашение. Если «Центристы» сегодня хотят бесплатный транспорт, но путем компромисса договорились до того, что решают на местах самоуправления, это и есть компромисс. То есть, одна сторона не давлела. Для того, чтобы в какой-то коалиции быть большим братом и диктовать свои условия партнерам по коалиции, нужно выиграть выборы с большим отрывом. И если такое будет сделано, то я думаю, что возможность изменения системы здравоохранения налицо. Поэтому я верю, что такое может случиться. Но может случиться и обратное, что, например, коалиция будет более-менее равнозначная, назовем это так, и партнеры по коалиции будут продавливать другие темы, на которые нужно увеличивать финансирование. Тоже такое может случиться, в принципе. Я очень надеюсь, что и другие партии, которые попадут в коалицию, да и вообще все парламентские партии, все-таки в первую очередь они должны думать о своих жителях. А тема здравоохранения, она же трепещет для всех, она важна для всех, в том числе для членов этих фракций, которые туда войдут для их близких, для их стариков, для их детей. Поэтому я очень надеюсь, что консенсус в этом плане будет достигнут. Потому что это здоровье нации и честь нации. Потому что да, есть ситуация, что в бюджете больничной кассы не хватает бюджета на здравоохранение, но постоянно увеличиваются расходы на оборону, например. Расходы на оборону – это такая тема, которая, к сожалению, имеет место увеличение расходов на оборону. Мое личное мнение, что если у нас было по договоренности с нашими партнерами по Евросоюзу и по другим объединениям не превышать из ВВП 2%, то на этом мы должны остановиться и не прыгать в период планеты всей. Я считаю, что 2% на оборону вполне достаточно. И освободившиеся средства можно отправить на то же здравоохранение. Если вернуть все-таки к более локальным проблемам, как вы считаете, возможно ли постройка центра здоровья, собственного муниципального центра здоровья в Марду, где будут и врачи-специалисты, и где, например, будет круглосуточный кабинет экстренной медицины и что-то в этом роде? Ответ – нет. Почему нет? Потому что это функция государства. И я вам только недавно говорил в своем интервью, что сколько поступает налогов от каждого Мардуца. Мы далеко не богатое самоуправление, и таких медицинских центров в муниципальных руках нет даже у самых богатых властей в Эстонии. Поэтому не будем государству отбирать их хлеб, а дадим им возможность развиваться. Но в то же время такое возможно через частный сектор, что сейчас и, я надеюсь, будет в Марду, потому что со следующего года предполагается строительство нового центра здоровья, который будет находиться как раз между Мардовской мэрией и Максимой-2. Я знаю, что частная фирма, которая занимается здравоохранением, подала заявку на финансирование этого проекта. И комиссия рассмотрела его, и Марду включили список, кто должен, предположительно, должен получить эти средства, более миллиона евро для строительства терфиса Кескоса в нашем городе. Сейчас мы ждем уже утверждения этого решения правительством. Поэтому в этом направлении Марду, если получит еще один центр здоровья, то, в принципе, простому потребителю, простому жителю города, который хочет медицинских услуг, ему нет разницы, это город построит или частное лицо, потому что финансируют что город, что частное лицо, Хайга Касса. То есть это для него будет по тем же, ну, считается, что у нас бесплатная медицина, по крайней мере, врачи-специалисты будут обслуживать бесплатно, и семейные врачи также дальше будут обслуживать бесплатно, как это делается сейчас. Просто будет новый современный центр. Как и любой мэр, вы много работаете. Любите отдыхать? Люблю отдыхать, но далеко не всегда получается. Поэтому сейчас можно сказать, что работа и отдых, они как-то настолько перемешались, что, давай назовем это так, что это отдых во время работы. А любите... Работа во время отдыха. Любите активный отдых на природе? Да, конечно. Да, конечно. Больше всего я люблю плавать именно в море, не в бассейне. И, ну, скажем, какая-то прогулка по лесу, на каких-то тропах здоровья. Вот это мне очень нравится. В Эстонии есть несколько городов, где жителей терроризируют неприятные запахи. В Марду есть тоже такая проблема. Но как бы официально неизвестно, откуда идут запахи. Это либо станция Иру, либо порт Муга, либо Еляхтмевская свалка. Но жители города понимают, что эта вонь идет со свалки Еляхтмя. Как город Марду может повлиять на эту, скажем так, вонь? Поставить перед свалкой два мощных дедоранта и прыскать время от времени. Шутка, конечно, нехорошая. На самом деле, да, на территории чужого самоуправления находится, предположительно, скажем, юридически правильно будет наговорить, предположительно, находится место, откуда идет зловенный запах. В прошлое лето, которое было великолепным, красивым, теплым летом, оно подпортило жизнь всем Мардусам. И, конечно же, в стороне остаться мы не могли. Хотя, ну, казалось бы, что можно сделать, если это не твое самоуправление? Ты не имеешь ручегов ни закрыть, ни открыть, ни перевести. Но, тем не менее, мы плотно работаем с нашими соседями, с Еляхтмей, которые тоже недовольны таким положением. И буквально на прошлом месяце, в конце прошлого месяца, я собрал круглый стол, где были представители как Порта Муга, так и Елихтмейской волости, самой Сфалки, представители Министерства окружающего среды. И Кэскон Тейнус, еще ответвление от Министерства окружающей среды, как раз то, организация, которая следит за надзором. Сейчас разрешение на деятельность находится у Министерства окружающей среды на рассмотрении. И мы пришли к соглашению, что нужно менять технологию, если, скажем так, конечно же, эта Сталка не признает, что запах идет оттуда. Тем не менее, мы договорились, что сейчас будет через Центр Министерства окружающей среды объявляться конкурс на то, чтобы поставить такие компьютеры, так называемые, носы, которые будут определять, откуда идет запах, какой запах, чтобы точно сказать, вот, ребята, это от вас. Такие уже сделаны у Порта Муга, вокруг марта такой поставлены, и они регулируют такие процессы, которые позволяют вовремя определить, откуда идет, зачем идет, и остановить, значит, тот процесс, который в это время, то закладка на судно, то, наоборот, ворошение какое-то, то есть позволяют регулировать. То же самое сейчас делается и на ее ритмской свалке, и когда я в последний раз говорил с руководителем этой свалки, что они разрабатывают ряд мер для того, чтобы все-таки этот зловенный запах пропал. Но, казалось бы, не имея рычагов прямых, всегда можно найти выход, при котором все-таки сделать так, чтобы в марту такие процессы не повторяли, чтобы мы наслаждались летом, а не спали в душных закрытых квартирах, при которых нельзя открыть ни окошко, ни дверь, ничего. Ну, это вот такой стандартный, да, в принципе, ответ, что разрабатывается ряд мер, что-то когда-то будет. Вот сейчас есть ответ на вопрос, что когда это все прекратится? Если бы я был директором этой свалки, я бы сказал точно, когда это прекратится. Так как я только руководитель соседнего самоуправления, то прямого ответа на этот вопрос нет. Вопрос в разработке и внимательном, скажем так, участии в этом процессе. Раз уж коснулись темы экологии, то хочется вспомнить, хочется поговорить о тех залежах фосфорита, которые имеются в марту. Что раньше была разработка очень вредная, что из труб были такие рыжие-оранжевые хвосты, дым. В принципе, разработка фосфорита очень вредная. Это не только проблема марту была, это еще в Эстонии. Тоже в некоторых самоуправлениях люди очень жаловались на это. Сейчас, если какой-то частный предприниматель придет к вам и скажет, что мы хотим марту делать производство, мы хотим добывать фосфорит, но у нас есть технологии, современные, более эко-френды технологии, то как вы отнесетесь к такому предложению? Я отправлю этих людей в Министерство окружающей среды, для того, чтобы они сделали заявку на исследование влияния на окружающие среды, на того плана, который они хотят сделать. Если говорить шире, то, конечно же, фосфориты, которые находятся в залежах, в недрах эстонской земли, они по качеству намного превышают те фосфориты, которые идут сейчас в Европу и Северной Африке. У нас самые лучшие по качеству фосфориты, и я считаю, что это достояние страны. В политическом смысле, когда-то у нас война за независимость начиналась как раз с фосфоритами, и поэтому долгое время эта тема не обсуждалась. Видно, сейчас пришло то время, когда уже государство должно думать о том, как пополнить свой бюджет не только путем налогов, но и то, что можно взять из недр земли. Тема очень хорошая, и я знаю, что современные технологии позволяют это делать, но пока не проведется исследование, не докажет, что это не будет оказывать влияние на жителей города, конечно же, я такие вещи не допущу, хотя прекрасно понимаю, что это богатство. И хочу еще добавить, что в последнее время эти разработки из-за фосфорита делались уже открытым методом, который находится, опять же, на территории Елехтме. У нас закрытые шахты, которые практически все затоплены, и я думаю, что они-то восстановлению уже не подлежат, а добыча фосфоритов, если будет, уже на территории соседней Елехтинской области. То есть сейчас, я говорю, несмотря на то, что это большая перспектива для страны, на данный момент без глубокого исследования я бы не допустил сюда никого. Ну, мы сделаем с вами небольшой блиц в конце нашего интервью, что означает, что я задаю короткие вопросы. Вы можете отвечать не коротко, можете объяснять, почему. Или я вас даже спрошу, может быть, в некоторых вопросах, почему. И первый вопрос. Марду – это Эстония? Марду – это Эстония. Ратас или Сависар? Ратас. Я отвечу немножко шире. Сависар – уважаемый человек, который сделал огромную работу для независимости Эстонии и для становления государства в целом, не говоря уже о Таллине. Но у каждого, наверное, есть свое время. Этот уважаемый человек в связи с состоянием его здоровья просто не может сейчас участвовать в этих процессах. Поэтому, конечно же, в данном случае дорога молодым. Дорога молодым – Ратас или Калас? Ратас. Калас или Хельме? Не тот и другой, но если ставите вопрос, таким образом, то Калас. Купить квартиру в Ласнаме или купить квартиру в Марду? В Марду. А почему? В Марду, ну, скажем так, то, что мы говорили об этом зловенном запахе, это временное явление. А так, Марду – тихий, уютный город, зеленый город. И я думаю, что здесь лучше, чем в небоскребах в Ласнаме. Позагорать на Мардуском озере или купить путевку в Болгарию? Понимаете, в Болгарию ты все лето не приведешь, поэтому съездите в Болгарию и проведите отпуск и время на озере Марду. По вашему мнению, три самых главных патриота города сейчас? У нас нет трех. У нас патриоты – это весь город, потому что я это вижу. И кого-то выделять из них я бы не стал, дабы не обидеть других. Поэтому все 16 тысяч человек, которые проживают в городе Марду. На будущее что бы вы пожелали своему преемнику? Я пожелал бы смело продвигать те процессы, те идеи и те фантазии, которые есть у него и были у его предшественников. Огромное вам спасибо за интервью. Вам спасибо. Спасибо.